До начала встречи в местном ДК есть время, и Сергей Павлович потратил его на объезд Гастагаевской. На улице Комсомольской со своими подчиненными обсудил, какие станичные дороги надо привести в порядок. И с этого же начал общение с гастагаевцами, потому что знает, это сегодня волнует людей. На этот год планируем первый транш, независимо от того, как мы будем исполнять бюджет, и из того, что они нам перечислили, вот 11 миллионов выделить на дороги именно в нашей станице, здесь, в Гастагаевской. Это, я вам скажу, пятая часть от всей суммы, учитывая и город в том числе. Но эта встреча не отчет. Глава курорта приехал выслушать людей. И гастагаевцы не скрывают, к мэру у них много вопросов. У нас нет, как в Варениковке, как во всех других станицах, нет птичьего рынка. Я говорил, дайте, пожалуйста, мне эти квадратные метры, я поставлю в глубине еще один склад корма, в красивый город, и сюда на выход поставлю хорошие навесы для птичьего рынка. Давайте формировать, я не против. Без вашей инициативы, без предпринимательской, мы вперед не двинемся. Но все законы должны быть в рамках закона. Председатель Совета общественности о нехватке рабочих мест в станице и своим предложением, как решить эту проблему. Станицу надо привлекать каких-то крупных инвесторов для развития производства, чтобы появились у нас рабочие места, чтобы это дало толчок для привлечения дополнительных средств на развитие станицы. Инвестиционная привлекательность Гастагаевской гораздо ближе своим же местным предпринимателям, считает Сергей Сергеев. Вот давайте посчитаем, если он возьмет землю, ту, о которой он говорит, за почтой, ну минимум пять рабочих мест, потому что склад дальше, уборщики нужны и так далее, и так далее. Если он возьмет ферму и, как обещает, сделает из нее образец, то там тоже что-то будет работать, да? Вот если мы создадим, что мы там думаем, что к нам кто-то прилетит и миллионы привезет? Если мы создадим условия на местном уровне, а это в наших силах, сегодня мы об этом разговор ведем, вот они и инвесторы. Все на этой встрече было очень логично. Люди среднего возраста, работяги о труде и заработке. Им кормит семьи. А старшее поколение о духовном воспитании молодежи. Возрождать в школах музей истории и приучать детей знать свои корни. Музей, ну вот ничем не заменить. И средств он требует немного. Нам надо еще решить один вопрос. В школе сейчас численность учеников прибавляется. А нам нужно второе помещение, где бы разместить. У нас там в основном материал касается основания станицы дореволюционного. Ну и еще война. Великой Отечественной войны. Любое дело, живет пока есть человек, который за этим. Вот спасибо вам, что вы делаете. И если будете делать, я готов рассмотреть ваше содержание денежное. И пожалуйста, занимайтесь. Чем чаще будут проходить такие встречи, тем легче будет двигаться вперед, отметил в завершение глава Анапы. По всем озвученным вопросам даны поручения профильным службам администрации.